Подскажите, пожалуйста, как правильно читать мантры? О чем думать и стремиться? Все очень просто, ничего сложного. Если вы повторяете мантру, индивидуально медитируете на звук мантры, просто пытаетесь услушать. Это все, это первое, что требуется. Ни о чем даже думать не нужно. Но вы увидите, что он будет убегать в сторону куда-то. Что-то вспомнит, ну куда-то уведет нас. Как только замечаете, снова возвращаете к слушанию. Слушай. Он послушает немножко и снова куда-то пойдет. А потом проследите, пожалуйста, куда это он ходит. Я не скажу вам, куда он ходит, вы сами увидите. Или сказать. Это секретная информация вообще. Ну мы все знаем, куда он пойдет. И в ведах написано. Он пойдет к противоположному полу. Мольше некуда ходить в этом мире. Это наш секрет. Верно же? У всех есть такой секрет? У всех есть такой секрет. Психологи заметили такую вещь и установили, я не знаю, правда ли это ли это. Но они установили, что каждый здоровый мужчина через полторы-две минуты вспоминает часть тела какой-то женщины. Чем бы он ни занимался, он может решать задачу какую-то или с кем-то беседовать. Но через полторы-две минуты всплывает нога какая-нибудь, ягодица. Это ум. Вот он такой. Он стремится к чувственным наслаждениям. Его тенденция к этому. Такая природная, скажем. Поэтому говорится, он враг. Он праздный ум, мастерская дьявола. Если вы в нем занимаете какой-то деятельностью позитивной, хорошими вещами, вот этой кармой хорошей, он, вот эти качества ума, они поведут нас вот в эту именно сторону. Поэтому мантра означает, что думайте снова о звуке мантры. Он пойдет куда-то, куда бы ни пошел. Начинает с возвышенного. Вы должны не доверять ему. И снова слушаем мантру. И вдруг вы почувствуете розовый свет вокруг. О, какое-то пространство новое открывается. И он говорит, ну я пошел. Вы скажете, да, вот туда можно идти. Нет, 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 никуда идти не нужно. Продолжайте слушать мантру. Никуда в сторону не уходите. Это даже как вы едете в поезде, вдруг видите, какая станция. О, я пошел. Да куда же ты пошел? Ты не доехал еще до местного назначения. Никуда ходить не нужно. Не обращайте на это внимание. Столько всяких вещей откроется, когда повторяете мантру. Как в Пурангельце, Пахтане океана, когда было, там столько чудесных вещей появилось. И луна, и нектар, и божественный конь. И такие ценности пошли оттуда. И демоны, они хотели это все взять. А полубоги не обращали внимания. Они знали, будет высшая цель. Это лишь побочный продукт йоги. Не обращайте внимания на побочный продукт йоги. Повторяйте, продолжайте мантру. Суть в том, что сама мантра является целью медитации. Она и средство, она и цель. В звуке имени Бога вы увидите Бога. Его форму, его качество. Но вы увидите это в личных отношениях, не на картинке. Вы почувствуете его взгляд на себе. Я не буду дальше ничего говорить. Просто контролируйте сумму. Слушайте мантру. Сами все узнаете. Кто-то скажет, ну, как просто у вас все. Слушаешь мантру, и тут же и Бог, тут и духовный мир, и тут и счастье, и все совершенства. Не так все просто, конечно, будет все выглядеть. Потому что, если мы не изменим образ жизни, эффект от мантры не придет. Например, самое серьезное препятствие на этом пути медитации – это мисоедение. Пока человек ест мясо, он не сможет ощутить полный эффект от этой медитации. Мясо – это не просто пища. Это, конечно, отдельный разговор уже, если мы мясо затронули. Я извиняюсь, но это отдельный разговор. Но мясо – это не просто пища. Это извращенный вкус. Поэтому от него нужно отказаться. Мы не можем наслаждаться плотью зверски забитых живых существ, умершвленных. Пока мы это делаем и не осознаем этих вещей, мы не готовы услышать абсолютную весть у нас. Слишком тонка будет для нас, недостижима. Как он говорит в ведах, мой голос не громче флеет и в горах. Чтобы услышать его, нужно успокоить ум так, чтобы была абсолютная тишина. Да вы услышите этот тихий голос изнутри, который вас очень хорошо знает. Мудрец говорит, живите чисто и честно. Успокоить ум, не возбуждайтесь, когда кто-то богаче вас или кто-то удачлив в вас в материальном мире. Не завидуйте никому. Помните о своем высшем предназначении.